В начальном периоде операции «Барбаросса» ни один из советских укреплённых районов на известной линии Сталина не смог продержаться более 4-5 дней. Киевский укрепрайон, оказавшийся на направлении главного удара 1-й танковой группы «Кляйста», смог выполнять свою задачу больше двух месяцев. Части 6-й полевой армии и 3-го моторизированного корпуса «Вермахта» вышли к предполью Киевского укрепрайона ещё 11 июля 1941 года. И только через три недели, 1 августа, немецкие дивизии приступили к прорыву на главной полосе обороны укрепрайона. Основным направлением их главного удара стало именно южное направление в районе села Витопочтовая. Участок обороны укрепрайона здесь занимали части 28-го отдельного пулемётного батальона капитана Кипаринка и части 147-й стрелковой дивизии полковника Потехина. На узком фронте прорыва немцы сосредоточили части нескольких дивизий – 99-й, 71-й, 95-й, усиленные артиллерией, сапёрами и штурмовыми орудиями. В этом месте путь в Киев был максимально коротким, как казалось немцам. До киевских окраин отсюда примерно 12 километров. Мы находимся с вами на небольшом мостике через речушку Вето. Именно здесь, утром 4 августа, был намечен главный удар на Киев. Части 99-й легкопехотной дивизии генерал-лейтенанта Курта фон Шевалери и 71-й пехотной дивизии генерал-майора Хартмана наступали на главном направлении. Позиции Красной Армии находились на том берегу речушки, вот примерно за теми домами, между Дотом 181 и Минной группой 179. 99-я легкопехотная дивизия повела наступление в 6 часов утра силами своего 218-го пехотного полка после мощной артподготовки с участием артиллерии 44-й пехотной дивизии. На фотографиях видно, что заболоченность этого места присутствовала, и в то же время были брошены танки, перекопан. Здесь был небольшой участок, где установлены противотанковые ежи. Стоял танк Т-38, который не имел гусениц в качестве оборонительной точки. Штурмовым группам немцев удалось пройти через систему полевых заграждений и взять один бункер. Но дальше их продвижение застопорилось в этот день. Сильный фланговый огонь со стороны Юровки не позволил навести переправу для артиллерийских штурмовых орудий. Дот номер 180. Долговременная огневая точка типа «Б» на 4 пулемета постройки 1930 года. Расположена в центре села Витопочтовая на переднем крае обороны. Над амбразурное пространство полностью заштукатурено сейчас. Но тогда, во время войны, оно было избито попаданиями немецких пулеметов, орудий, которые ввели сосредоточенный огонь по его левой амбразуре. Гарнизон Дота, который держал здесь оборону 4 августа 1941 года, выполнил свой долг до конца. И если бы не отошедшее полевое заполнение, Дот мог бы продержаться больше. Попробуем зайти в это сооружение и осмотреть его внутреннее устройство, которое воссоздано здесь с исторической достоверностью. Как видите, на тыльной его части находится звезда с надписью «СССР». И 1952 год, это когда Дот был немножечко реконструирован и приведен в порядок после боев во время войны. Вход в 150-й Дот закрывался на металлическую решетку. Она изготовлена из более тонких прутев и использовала уголок, а не полосовой металл. Но это оригинальная решетка того периода, которая и стояла на этом Доте еще в 1941 году. Мы находимся в сквознике 180-го Дота. И, как видите, перекрытие его обшито металлом. Это противоткольная защита от обстрела. Способна выдержать попадание 210-мм орудий. И достигала толщина перекрытия 1 метр 25 сантиметров. В сквознике находится откидное сиденье, на котором мог сидеть дежурный боец, принесший здесь караульную службу. Ценный экспонат этого Дота – это бронированная дверь, которая имеется следы подрыва немецких саперов. Она частично еще и работоспособна и перемещается на петлях. И при прикладывании необходимых усилий ее можно открыть и закрыть. Известная история о том, что здесь сооружение вело бой до декабря месяца. Является плодом советской пропаганды. Никакого связи с реальностью эта информация не имела. И являлась типичным примером советской геройки, которая была высажена практически из пальца. Здесь мы видим раскомплектованную заслонку, которая здесь должна была закрывать амбразуру обстрела входа. Помещение фильтровентиляции. Это сам вентилятор, который является рабочей моделью. Как видите, все работает. Это абсолютно оригинальная вещь на станке металлическом. Единственное, что отсутствует подключена система разводки труб труб и планец подсоединения, собственно, воздуха. За небольшой перегородкой, которой осталась только рама, находится актезианская скважина. Это колонка Нортона называется. Вот очень уникальная абсолютно вещь. И в таком состоянии сохранности это просто рарыки. Мы находимся в помещении коменданта точки. Закрывалась она тяжелой герметичной дверью толщиной 10 сантиметров, обитой цинковым железом. Здесь же находится перископ с поворотной ручкой, запирающей крышку, и выход антенны фидерной на перекрытие сооружений. Как выглядел этот перископ, мы можем посмотреть на вот этой схеме. Отсутствует нижняя часть трубы, и ручки, и окуляр. Для того, чтобы командир мог наблюдать поле боя и давать цель-указания в казематы, которые находятся справа и слева от него. Для передачи этих цель-указаний у нас имеется приговорный труб. На трубу надевалась резиновая накладка, и командир, прислонившись к ней, выкрыть его командует соседний каземат. Пулеметные сантки, которые здесь установлены. Это П-31, на который устанавливается пулемет Максима. Заслонки образца 30-го года. Все находится в рабочем состоянии. Открыть ее ни с каких сложностей не представляло. Нажатие на ручку и подъема заслонки для ведения обмена. Так же сам она легко опускалась. И металлическим прутом эта заслонка полностью блокировалась. Лафет, пулеметчик. Пулемет Максим ходил свободно в сфере поражения целей. Соседний пулемет обеспечивал наведение в соседнем секторе. И на расстоянии примерно метров 200 эти сектора обстрела пересекались и создавали на этом планке огневое покрытие. Пулеметчик мог и не видеть цели, а действовал по цели указаниям, которые выдавал ему командир, находящийся за стенкой. На пулемете установлена коробка под пулеметные ленты, которые заправлялись сюда. И для этого существовала подача ленты пулемета. Справа находилась ниша для ухода коробки. На полу мы наблюдаем накопительный бак для воды, через который она циркулировала для охлаждения пулемета. Второй пулеметный каземат ДОТА также имел две пулеметных амбразуры. Это заслунка 1931 года. Как видите, она уже не имеет ручки. Она сделана из двух щек и гораздо более тяжелая. И для того, чтобы ее поднять, требуется гораздо больше усилий. Она обеспечила более качественную защиту от осколков и пулеметов и имела толщину 40 мм. Лафет Юшина, который мы можем наблюдать во второй амбразуре этого каземата. Это абсолютно оригинальный лафет, который здесь стоит 1941 года и который был свидетелем обороны в то время. Здесь устанавливалась пулеметная коробка. Лафет перемещался в секторе под принципы велосипеда. В этом отверстии устанавливалось сидение, на которое садился пулеметчик и ввел огонь в заданном секторе стрельбы. За фильтром и вентиляционным помещением через небольшой коридорчик находится убежище этого дота, где гарнизон, дежурная смена могла поменяться и отдыхать. В сооружении с двух сторон присутствовали нары, как правило, были двухэтажными, двухуровневыми, шириной где-то 60 см. Оригинальные кабеля, очень много пар, абсолютно заводились. И, судя по всему, здесь должен был где-то стоять коммутатор. Горнизон такого дота составлял примерно 15 человек. Это две пулеметных смены, командир и радист. В этом доте, соответственно, находился полный комплект людей, который подназначен был для обороны на данном участке, потому что в зоне его ответственности находилась переправа через речку Ветра. Детально информацию об обороне Киевского крепрайона 180-го дота мы изложили в книге «Киевский Ур. 1941 год. Хроника обороны». Масса уникальных фотографий, масса документов, которые представлены в этой книге, заинтересует всех любителей истории, кто интересуется не только фортификацией, войной, но и также обороной города-героя Киева в 1941 году. 11-й километр трассы Киев-Одесса. Здесь, на высоте 191,2, есть памятный знак, который установлен здесь уже через 28 лет после окончания войны. «Именно сюда вышли части немецкой легкопехотной дивизии и штурмовали ДОТ-181, который находится за моей спиной». Никакого упоминания о бойцах ДОТа или укрепрайона на нем нет. ДОТ номер 181. Долговременная огневая точка типа М1 на четыре пулемета постройки 1930 года. Расположена на гребне командной высоты 191,2. В батальонном районе обороны номер 6. «Мы сейчас этот ДОТ пытались привязать по старым немецким снимкам. Стоит хорь на фотографии и проводили анализ. Утром 5 августа вышли немецкие геря 99-й легкопехотной дивизии. Гарнизон этого ДОТа вступил в неравный бой с ними. Полевое заполнение, к сожалению, отсутствовало. Это амбразура, которая сохранилась практически в очень интересном виде после подрыва. Это амбразура 1930 года. Надеюсь, память о тех интересных далеких и хорических временах будет сохранена для наших потомков». «Мы находимся возле памятного обелиска, посвященному гарнизону 210-й огневой точки. Бойцы были перезахоронены на кладбище, а здесь оставлен памятный знак о их подвиге, который они совершили 5 августа 1941 года». Долговременная огневая точка номер 210 типа «Б» на 4 пулемета является двухэтажным сооружением постройки 1930 года. Сооружена по типовому для Киевского укрепрайона проекту. «С высоты 191,2 был открыт огонь из тяжелых зениток, а затем штурмовые группы зачистили территорию и подорвали гарнизон, который находился внутри вместе с сооружением». «Судьба сооружений, брошенных на произвол судьбы, была печальна. Большинство из них погибло вот такой вот смертью героя». История фортификации «Хочу вам представить Анатолия Александровича, это комендант 180-го ДОТа, который сейчас занимается, собственно, за ним уходом, осмотром и готов всегда встретить любые экскурсии, которые сюда приезжают с радушием и удовольствием». «Принимаю по заявкам, попереднюю добовольность в любой час. Экскурсии проходили британские офицеры, ирландцы были. Користуюсь нагодой, запрошу, кто будет смотреть этот сюжет, приходите, звоните, телефонуйте, зустрену раду». Выражаю благодарность зрителям и всем, кто принимал участие в создании данного видео. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал, оценивайте и комментируйте. Субтитры создавал DimaTorzok